У Ларисы Янтиковой серьезное заболевание суставов. Дома она передвигается с трудом. Немного лучше чувствовать себя только у моря. Пенсионерка сняла комнату в небольшом городе Хуахини, недалеко от Бангкока. Вернуться домой хотела в апреле, но теперь воздушное сообщение закрыто. Обратный билет пропал. Пожилая женщина говорит, деньги на жизнь у нее пока есть. Единственная мечта – наконец-то завершить затянувшийся отпуск. Мне нужна помощь. Психологическая и поддержка в плане отъезда скорейшего на родину. Материальная дочка мне с моего вкладыша не переложила. Деньги сейчас у меня пока все есть. Помогите выехать быстрее. Пенсионерка не владеет интернетом и мессенджерами. У нее есть проблемы со связью. О ее судьбе мы узнали от жительницы Новосибирска. Она рассказала, что Лариса Янтикова в отчаянии обратилась к местному священнику. Я не узнала, когда я пришла на службу. Батюшка говорит, что есть женщина, которая не знает, как ей вернуться домой, не знает, что делать, в полном отчаянии находится. Я сразу, конечно, не узнала помогать. Я ее и зарегистрировала на госуслугах, и на материальную помощь подала заявление. Сейчас на острове Пхукет и в районе Бангкока в похожей ситуации оказались 15 жителей Владимирской области. Эмилия и Сергей Самсоновы приехали в Таиланд по работе в прошлом году. Супруги несколько раз покупали обратные билеты, но все они пропали. Регулярные рейсы отменены. Внутреннее авиасообщение тоже перекрыто, да? Внутреннее авиасообщение. Все, 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 все границы закрыты. И внутреннее сообщение. Аэропорт Пхукета не работает. Водным путем нам выбраться нельзя с острова Пхукет. И по дороге то же самое. То есть выехать мы не можем. Многие уже просто не знают, на что им жить. И ходят уже, получают бесплатную еду, которую раздают. Вылететь из Таиланда владимирцы смогут только специальным вывозным рейсом. Но в Москву могут улететь только граждане со столичной пропиской. Владимирские путешественники обратились к губернатору Владимиру Сипягину. В пресс-службе Белого дома сообщили. Глава 33-го региона направил письма в Минкомсвязи и Аэрофлот. Администрация области готова предоставить автобусы, которые заберут владимирцев из аэропорта. Сейчас решается вопрос, в какой город будут доставлены жители региона. Продолжение следует...